Достаточно продолжительное время на улице стоит сухая ветреная погода. И несмотря на это, люди на свой страх и риск берутся за уборку мусора на приусадебной территории посредством палов. Без первичных средств тушения, не окопав предварительно место, разведя костер посреди сухой травы. Что это, безответственность или самоуверенность? Как правило, и первое, и второе. Я не боюсь. 50 лет сжигаю, всегда стою около кострани, куда не ухожу. Так что, ничего не загорелось пока еще. Ждете пока 80. Ну а если сгорит, ничего страшного. Меньше работы мне будет. С началом наступления весеннолетнего пожароопасного периода для спасателей наступил очередной виток напряженной работы, связанный с постоянными и частыми выездами подразделений по чрезвычайным ситуациям на ликвидацию за грани сухой растительности. К сожалению, нередки случаи, когда вследствие палов сухой травы, либо нарушение правил при разведении костров и сжигании мусора, пламя распространяется на жилые дома, постройки на приусадебных участках. А при самостоятельной ликвидации таких пожаров граждане получают термические повреждения. С целью предупреждения пожаров по причине палов сотрудники МЧС Брестского района регулярно выезжают с мониторингами в садовое товарищество и сектор индивидуальной застройки, чтобы предупредить трагедию. Вообще знаете, как сжигать правильно мусор? На придомовой территории, вблизи. Где ваши первичные средства пожаротушения? В машине. Почему они в машине? Есть ситуации, когда люди прислушиваются к советам специалистов и сразу же устанавливают рядом с костром первичное средство пожаротушения. Я зачистил всю территорию. Надо было, наверное, как сказал инспектор чуть дальше от дома и первичное приспособление для пожаротушения предусмотреть огнетушитель, воду. Грабли, лопаты у меня есть, сейчас все организую. Я думаю, без инцидентов все проведем. Если же рекомендации не работают, в силу вступает буква закона. За незаконное выжигание сухой растительности ответственность предусмотрена статьей 1557 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин. За нарушение законодательства пожарной безопасности ответственность предусмотрена статьей 2356 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Ответственность предусмотрена до 30 базовых величин. И в случае, если нарушение правил пожарной безопасности повлекли возникновение пожара, то сумма штрафа увеличится до 50 базовых величин. Так что же должно останавливать человека в такой ситуации? В первую очередь мысли о том, какой вред он может нанести собственной халатностью себе и другим. Ведь на первый взгляд обычная безответственность может стать причиной трагедии. Чтобы ее не допустить, сотрудники МЧС напоминают о ряде правил, которые стоит учесть, наводя порядок на приусадебной территории. В целях предупреждения таких негативных последствий в пожароопасный период организовываются и проводятся периодические рейдовые мероприятия, основная цель которых это обучить население и разъяснить, что выжигание сухорастительности не допускается, разведение костров и сжигание мусоров допускается при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. Одновременно разъясняется ответственность за административные правонарушения против экологической безопасности окружающей среды и порядка природопользования и за нарушение законодательства пожарной безопасности. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.